Корабли часто становятся участниками катастроф, которые случаются на водных просторах как по вине экипажа, так и забушающей стихии. Предлагаю к просмотру где-то смешные, а где-то даже пугающие случаи, которые получилось заснять на камеру. Команда этого корабля уже, видимо, подготовила трап для выхода на берег, но что-то пошло не так. Управление вышло из-под контроля, и вместо спокойного выхода на берег, произошло внедрение в среднюю часть, к счастью, пустого и пришвартованного корабля. Капитан данного судна, видимо, немного что-то не рассчитал и перекрыл движение на мосте, протаранив его своим носом. Водные просторы безграничны и способны вместить на своей поверхности огромное количество кораблей. Но, видимо, этим парусникам слишком тесно. Столкновением это точно не назвать. Скорее, перпендикулярный переезд. Хочется верить, что все обошлось лишь травмами и шоком, а жизни были сохранены. Небольшое грузоперевозочное судно стремительно несется не к пирсу, а скорее в него. Благо, что люди успевают разбежаться. Причал точно какое-то время будет закрыт на восстановительные работы. Капитан танкера пропустил поворот и направляет свой корабль прямиком в тупик, из которого сложно будет выбраться без значительных повреждений. Корабль медленно идет ко дну. Причина такого необычного положения судна не ясна, но скоро оно будет покоиться на дне этого моря. Туристический лайнер носом входит в пирс. Туристы разбегаются, но катастрофы этот случай не назвать. Все живы и неоправимых повреждений ни кораблю, ни пирсовым нанесено не было. К сожалению, водные просторы не предусматривают светофоров или регулирующих движение знаков. У человека в гребневой лодке нет никаких шансов на спасение своего небольшого судна, которое стало на пути у пассажирского рисового корабля. Человек прыгает в воду, чем спасает свою жизнь, а покинутое судно тонет. Это происшествие было связано с красным танкером Ху Цен и парусной лодкой. Капитан розового парусника случайно выходит перпендикулярно носу танкера. Капитан Ху Цен гудками пытался предотвратить столкновение, но, увы, безуспешно. Мачта и флаг парусника, зацепившись за танкера, срываются, но палуба остается целой. Сухогруз езжает со стоянки прямо в воду. Это, конечно, не трагедия. Нет ни жертв, ни поломок. Но шок и испуг как случайным зрителям, так и владельцам судна обеспечены. Экипаж корабля, видимо, решил, чтобы не делать лишний крюк, просто расколоть носом корабля лед. Интересная идея, конечно, но она попросту принесла судну повреждения, а глыбу льда толком и не расколола. Судно падает на бок. Это произошло, скорее всего, из-за неправильной пришвартовки корабля. Это могло принести большие проблемы, но все обошлось. Контейнеровоз 3 июня 2021 года врезался в огромный кран в порту Гаусюн. Капитан допустил ошибку, позволив судну приблизиться так близко к портовому крану, что тот из-за столкновения пал. Это падение привело к поломке самого крана, пробоином в корабле и спровоцировало падение других конструкций вблизи происшествия. Управлять катером очень сложно. Это требует гораздо больше умений, опыта и сил, чем обычное вождение по наземным дорогам. Капитан этого корабля явно не справился ни с управлением, ни с парковкой. Во время наводнения в Оклахоме баржи, подхваченные стихии, врезаются в плотину и безнадежно утопая, исчезают в пучине. Корабль еле держится на воде. Шторм своими волнами захватывает его со всех сторон. Единственный шанс не очутиться на дне – это надежда на то, что буря стихнет, а шторм умолкнет. Разломленный стихией контейнера, ВО стремительно идет ко дну. Контейнера вместе со своим содержимым безвозвратно скатываются в пучину. Танкер впервые ставят на воду. Не всегда это получается сделать ровно. Очень часто данное действие заканчивается переворотом корабля. Но тут единственное последствие – это полив дороги и травы. Корабль «Тасман» ставят на воду. Каждый работник занял свое место, чтобы все получилось правильно и без осложнений. Но один человек решил подбежать к боку корабля и попал под снос в воду. «Тасман» стоит на воде, а вот что с беднягой – непонятно. Мощные танкеры тоже падают под силой стихии. Волны будто бы разбирают его на части, не оставляя надежды на целое возвращение в порт. Корабль несется не к берегу, а прямо на него, раздвигая на своем пути как большие корабли, так и краны с мелкой техникой на берегу. Корабль «Акация» попал в аварию в канале Германии, повредив преграду, выстроенную для перекрытия движения кораблей в этом направлении. Контейнеровозом были нанесены сильные повреждения, да и само судно стало нуждаться в ремонте и срочной выгрузке. Умный крановщик решил поднять лодку и аккуратно перенести ее на воду. Чтобы не попасть в неудобную ситуацию, когда корабль, который плавно спускает суши на воду, вдруг переворачивается или заливает ближайшую территорию. Но человек явно ошибся в расчетах. Лодка не просто упала с крана, потащив за собой тот самый кран, но еще и зацепила судно, которое теперь точно нуждается в капитальном ремонте. Видимо, эта подводная лодка сбилась с курса, причем очень сильно. Не знаю, как можно было умудриться вынырнуть прямо посреди города. В 2003 году круизный лайнер заставил переживать весь Манхэттен. Обычно перед прибытием к берегу капитан дает команду притормаживать, и приближение у суши очень затягивается. Это позволяет доставить пассажиров в целости. Забитый туристами корабль мчится тараном на берег. 6 тысяч туристов становятся участниками страшной аварии, где пирс будто бы делит лайнер на две части, снося все внутренности судна. Предполагаемыми виновниками катастрофы оказались уснувший у штурвала и невнимательный капитан. Экипаж круизного лайнера, видимо, решил продолжить водную туристическую прогулку на суше. Корабль разделяет пирс на две части и стремительно продолжает разрезать все, что оказывается под носом туристической громилы. Страшная авария. Танкеры контейнеровоз столкнулись нос-в-нос. Стихия тоже бушует, а значит, вскоре два огромных корабля станут грудой металла на самом дне океана. Туристический корабль быстро плывет припарковаться между двумя рыбацкими лодками. Однако габариты лайнера не просто не позволили пришвартоваться, а еще и навредили лодкам и покорежили сам берег. Траурная авария произошла в Индонезии. Самое страшное, когда столкновение не просто вредит судну или грузу на нем. Трагедия случилась по вине невнимательного боцмана. Одна из самых спорных аварий за последние 15 лет. Кто виноват, непонятно. Экипажу маленького буксира не стоило подплывать так близко к кораблю. А экипажу самого корабля нужно было бы все проверить перед тем, как выкидывать якори. Молния бьет в корабли, и возникает искра, которая могла бы перерасти в страшный пожар, если бы не проливную дождь, благодаря которому искра погасла и судно не пошло ко дну. Экипаж грузового судна решил, что путем небольших расчетов оно проплывет вместе по ломке моста, чем сократит путь и быстрее доставит груз. Однако в расчетах были неточности, и судно вместо удачного прохождения попало в тяжелую аварию на половине пути и нанесло мосту еще больших разрушений. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok